Друзья, привет! Я нутрициолог-психолог, и сегодня мы с вами говорим про память и внимание. Те, кто находится на какой-то интеллектуальной работе и закупают различные нутрицептики, это видео для вас. Потому что не обязательно закупать нутрицептики, я назову те микроэлементы, которые важны для памяти и для внимания, чтобы у вас все было хорошо с когнитивными функциями. Очень у многих, у кого страдают когнитивные функции, они не могут нормально планировать, у них не работает многозадачность. В общем, у этих людей очень сильно страдают волевые качества. Почему? Правильные питательные вещества необходимы для когнитивных функций. Если их недостаточно в организме, то ваш мозг будет работать на лайтовом режиме, который не позволяет вам выходить за свой средний уровень. Лучшие питательные вещества для поддержки мозга в этом ролике. Первое, конечно, это витамин В1. Дефицит витамина В1 вызывает когнитивные нарушения. Вы помните, кто и кушает углеводы, у тех очень часто витамин В1 находится в дефиците. Так же, как и витамин В3. Все диеты, в которых есть хлеб, достаточно чая, кофе, особенно злаковых, обычно эта история достаточно надолго, по-простому скажу, выводит ваши питательные вещества. Особенно группу В, которая нужна для метаболизма углеводов. Витамин В3, который есть, например, в различных продуктах, вы должны получать дополнительно. Особенно те, кто кушает, как я сказала, зерновые, потому что часто, имея проблемы всасывания, проблемы с кишечным микробиомом из-за того, что человек кушает хлеб различный, лишается питательных веществ, таких как цинк, ну и многие другие. Вы можете посмотреть мои ролики. Другой момент, конечно, существует большая связь между вашим кишечником и мозгом. И если, например, у меня даже, если у меня дисбактериоз, то, соответственно, сразу это ментально чувствуется нехорошее состояние. Поэтому кишечник обязательно требует ферментированных овощей, капусты, домашнего кефира, кимчи, если он слетел. Лучшие продукты для мозга – это лосось, особенно правословый. И это, кстати, никто, многие чураются свинины, но свинина – это отличный источник витамина В1, так же, как и семена подсолнечника. Продукты, которые истощают витамин В, это кашиналкоголь, это кофе, как я сказала, весь сахар и хронический стресс. Вот так, ребят. Поэтому то, что вам нужно – это ДГК, ЕПА, жирные кислоты, это витамин В3, это витамин В1, это цинк. И это же все есть в основном в продуктах животного происхождения и растительной клетчатке. То есть для того, чтобы стать более-менее здоровым, очень важно отказаться от простых глупостей, таких как истощение благодаря насыщению рациона вкусом. Кто любит часто вкусно кушать, тот достаточно плохо потом функционирует. Лучшее топливо для мозга – это кетоны. Я пока не на кето, но была там и знаю, как это создает большую энергию и сколько сил дает, если нужно работать долго и нудно. Подписывайтесь на мой канал, ждите прямые эфиры, запись консультации открыта. Пока-пока!